В общем, рассказ о этой организации, о этой вести загибли Селестины занимает примерно дополнительные пять актов, которые вставлены, оказались между рассказом об убийстве Селестины и о гибели этих молодых людей. При этом ясно, что у этих двух текстов есть по меньшей мере два, а то и три автора. Уже в первом всяких прологах, пояснениях, стихах, сопровождающих короткий даже текст, говорит, автор сообщает о том, что он написал эту комедию после того, как нашел какую-то лукопись старого одного автора. То ли она бродила по рукам, то ли еще где-то. Она оказалась у нее во всяких пути в руках, и эта рукопись снимает, знаете, следовательно, первый акт, и к этому первому акту приписали вот эти недостающие одиннадцать. А первый акт в этой рукопись заканчивался довольно видно, что Селестина пошла к Меребею, договорилась о свидании, возвращается довольно домой, все очень хорошо. А дальше идет сочинение, якобы комической развязки поначалу. То есть, с точки зрения автора вот этого шестнадцати актной комедии, сама гибель молодых людей, она не представляет, не содержит в себе ничего трагического, поскольку она является неким наказанием за их непотребное поведение. За то, что они, так сказать, запустились в своих желаниях, в желаниях исполнить до уровня вот этих вот Селестины и ее окружения. И вообще, в принципе, ну, сама, сами образы этих людей, этих молодых людей представлены в таком пародийно-комическом во многом аспекте, потому что ведут они себя как персонажи неких таких вот романов переживаний, как персонажи, как персонажи любого сентиментальных текстов, а на самом деле их потребности, их стреления совершенно другого типа, ничего высокого не имеющие. А дальше есть предположение, ясно, что в комедии два автора, что вот шестнадцатиактный текст написал еще третий автор. Но уже известно, что автор второй, что автор во втором зовут Фернандо Де Роффас. Фернандо Де Роффас, который ничего не написал, кроме вот этого продолжения первого акта, и затем вот, возможно, расширил его до двадцати одного акта. Но это все некие такие домысли. То есть два или три автора есть у этого текста. Селестина относится к числу тех произведений испанской литературы, в которых очень сложная текстологическая история. Но вот даже в таком виде, как бы, это текст, который развивается, складывается, рождается на глазах у читателя. Это текст живой и позволяющий не читателю, а даже, скорее, слушателю текста присутствовать при происходящем. Вот самое загадочное, к какому жанру нужно отнести Селестина. Это сплошные диалоги. Там даже почти не сообщается никаких передвижений и перемещений действующих лиц. Это разговоры слуг, разговоры Халистоса слугой, разговоры слуги с Селестиной, с Селестиной девками, девок с разлюбленными. Вот одни-одни разговоры. При этом разговоры, как бы, очень живые и очень точно воссозданы. Чтобы вот так писали в начале XVI века, ведь самое сложное в литературе – это всегда передать живую речь. Вот в Селестине она звучит. Это сплошной такой звучащий, вот сплошной поток звучащих голосов, накладывающихся друг на друга. И предназначался такой текст не для, видимо, постановки на сцене, по форме, как бы это драма. И даже понятно, что были какие-то прецеденты, гуманистическая драма, там, средневековая, легическая комедия. Вот такого рода тексты были длинные, по размеру очень большая для драмы. Да, были некие мистерии, которые ставились несколько дней в средние века. Но этот текст написан вот для чего. Он рассчитан на чтение вслух. То есть Селестина – некий текст, который действительно исполнялся. Исполнялся даже вот, ну, не дубларами, но актерами какими-то. Но они ничего не разыгрывали. А вот этот, он просто, может быть, с разными голосами, может быть, с неративным участием. Но читали их вслух перед тем, перед зрителями воображаемого действа. И сказать, что с этой точки зрения Селестина сыграла какую-то очень важную роль в развитии испанского театра, не приходится. Испанский театр развивался своим путем. А Селестина существовала вот как, значит, текст опубликованный. А потом его стали переиздавать. И переиздавать довольно часто. А потом Фелисиану де Сильва, о котором я говорил, написал в 1534 году первое продолжение Селестины. Тот самый Фелисиану де Сильва, который написал Амадиса Греческого, Резуата Греческого и другие продолжения Амадиса Гальского. Вот он был очень таким вот чувствительным, чутким к веянию моды и времени автора. И вслед за Фелисиану де Сильва появилось довольно большое количество текстов, которые называются «Третья Селестина» или «Подражание Селестины». И заканчивалось все вот Дороте, как я уже говорила, Лобо де Вейко 1630 года. Но это все тексты не для театра. Это тексты уже не от чтения. То есть получалось вот то, что потом придумано в конце 19-го века Пелая, что это новелла-диалогада, диалогический роман, диалогизированный роман. Соответственно, но роман бездействия, почти бездействия, с формальным действием, это тоже вещь довольно загадочная. В любом случае Селестина составляет собой такой особый жанр, который проложил путь, с одной стороны, развитию Петерески, потому что он соединил вот высокий мир Господь и мир Слух в одном художественном пространстве. А с другой стороны, Селестина, текст, который совершенно четко здесь, Горстисова прав, предваряет Дон Гекотт. Вот этот мир вверх и низа, высокое представление о высокой любви и любви низкой, когда они меняются местами, как это все оборачивается, разворачивается во многом комически, параллельно, а потом кто сочувствует, как Тольский Хоббин во второй части, может быть, и не совсем комически, но во всяком случае жизнь, она не делится вот на эти отсеки, а представляет собой вот некий единый поток. И вот это представление о том, что жизнь не делится на отдельные, вот какие-то социальные и как-то иначе выделенные фрагменты, а что это единый поток, и что в нем как-то все идет и движется, и как движется, конечно, в одном направлении для любого человека, это и, собственно говоря, заложило основу романного вероощущения, которое затем так проявляется и в Лосаринью, и в Дон Гехоте. Ясно, что Сервантес, вот как автор Дон Гехота, он хорошо знал и читал Селестину, хорошо знал и читал Масаринью, и оба этих произведения очень высоко ценил. Но он ценил за то, что можно говорить о мире и о жизни свободно, что, собственно говоря, в Селестине самое главное – вот этот дух свободы, которым пронизано, пропитано поведение вот этой вот Селестине. Конечно, я сейчас очень говорю коротко, потому что Селестина – это совершенно особый громадный мир, там очень много сложных, опять-таки символических слоев. Совершенно ясно, что сад Мелебеев, в котором встречаются возлюбленные, что это есть некая, ну, так бы, ребриза райского сада, где происходит там грехопадение, что сама Селестина предстает как некая сводня, смея, которая вот в таком сатанинском обличии дьявольской, в котором этот царь проникает, что, значит, дальше их региблия, они есть изгнания из этого сада. И масса всяких других ассоциаций, которые сейчас, может быть, у нас не возникают, но у первых читателей Селестины, слушателей из них Селестины, они возникали, поскольку это были люди, очень тесно связанные с библейскими текстами, с церковным миром и так далее. А сам Рохос, как вот о нем нашли какие-то сведения, если об этом Рохос и речь идет, был юристом и довольно преуспевающим как бы деятелем городского права в городе, где он живет в Таванере. И поэтому больше текстов от Рохоса не осталось. Некоторые поэты говорят, что Рохос же нигде не написал в этих стихах, сколько это он написал в Селестину. Он говорит о том, что он подготовил как бы Селестину к изданию. Он действительно предпринял какие-то шаги, чтобы собрать эти тексты в единое, такое вот целое. Но все равно сейчас принято, что Селестина стоит в двух видах, комическом и трагическом. Но читают и стали по-разному. Вы знаете, что Селестина ставилась даже у нас где-то в театре «Уолчек». Такой драматург Калейда, фамилия его, довольно известный русский современный, он сделал свой вариант к Селестину, приспособив эти 21 навыки асцены. А Селестина играла не яхеджат, как же я помню. Была очень интересная постановка. Она такая вся была из каких-то клубков. Она приходит впереди с нитками, которые якобы продаем. Такая бабушка пришла нитки не купить, а пряжу для вязать что-то там. А она там у хеджаков вся в эту пряжу как-то запутанную. И тоже такую милючку похожую, что она вползает туда. В общем-то, не запретать это был спектакль. Но и в Испании очень много постановок Селестины. Есть это, само собой. Теперь Селестина для современной сцены, вещь вполне, конечно, приспосабливаемая, сокращаемая и так далее, но вполне широко ставится. Но самое интересное, что Сервантес, конечно, хорошо знал, что он читал. Он читал тот текст, который считается, называется первым испанским классическим лутовским романом. Это роман «Вадео и Мадо» «Гусман дали Барачи». Почему 1599-1605, вот это я не знаю. Потому что должно быть 604. Это, как говорится, Саас, так поучаствовал. Этого я бы часто, простите, сейчас себя увидела. Но не столь важно. Дело в том, что в 1599 году вышла первая часть «Вадео и Мадо» и в 1604 вторая, хотя в отличие, скажем, на двух частей романа Сервантеса «Дон Кихот», вышедших практически впритык. Вот почему, ну, 1604 вторая часть, «Дон Кихот» ломатеский, первая часть, была уже, как бы, вышла из печати в конце 1604 года, хотя на издании стоит дата 1605 года. В общем-то, «Дон Кихот» ломатеский, вторая часть «Гусмана», они синхронно датируются 1604 годом. Но, конечно же, Сервантеса «Дон Кихот» прежде всего в ту часть 1599 года, не только он один, когда пытался в своем романе как-то «Мадео Лиману» ответить. Плутовской роман очень интересный жанр, суть которого заключается еще в том, что каждый почти за автором Плутовского романа он ведет явный или замаскированный, неявный диалог, разговор, споры и так далее с автором-предшественником. Но «Гусмана» и «Дальфорачи», конечно, нигде на лоссарильду особенно не ссылается, потому что лоссарильду, хотя лоссарильду уже в 1573 году, с лоссарильду был снят запрет. В 1573 году, еще до смерти Миндоса, лоссарильду был опубликован в исправленном виде, как называется «Лоссарильду Кастикабу», наказанную лоссарильду. Из лоссарильду брали главу о том, как класса услужила монаха, отзывы милости, какие-то еще отдельные высказывания. Но лоссарильду в 1573 году стал доступным текстом. И суть, и пафос лоссарильду, она в оставшейся части этого текста сохранилась, и, вероятно, в подготовке вот этого исправленного лоссарильду даже сам Миндоса мог принять участие. И делалось это, конечно, даже по королевскому соизволению и по договоренности Филиппу II и самого Миндоса, в том, что Филиппу достанется библиотека Миндоса. Но Матэл-Алиман на лоссарильду прямо вот так не ссылается, но ясно, что он полностью использует вот эту самую модель, которую создает, создана лоссарильдом. Персонаж, тоже пребывающий в каком-то, находящийся просто каторжке, находящийся на каторге, пишет, как бы, изгладает историю своей жизни, пытаясь извлечь из своего жизненного опыта, и из которого он совмещает с некими прочитанными во время учебы в университете. А вот почему-то вот лоссариль, в отличие от лоссариль, гусман успел даже в университете, когда она распорчится какое-то время. Об этом на второй части сообщается. Вот этот самый его культурный опыт, он там латынь, учебный, греческий и все прочее, его жизненный опыт, его размышления о жизни, он решил подвести вот в итоге всего этого в этом тексте. Этот текст пишется не для того, чтобы оправдаться перед кем-то, перед какой-то вот вашей милостью, описать ситуацию непристойную, в которой я нахожусь, на которой я не вижу. Этот текст пишется для того, создается для того, чтобы поделиться какими-то назидательными, этическими, философскими размышлениями с читателем. Это текст назидания. Примерно половина так текста гусмана дельфарачи этого разного рода его этические, философские, антропологические, эстетические даже размышления о мире, о жизни, о человеке. То есть он сам для себя является неким таким вот опытным образцом человека. И что может быть человека, если он там придается каким-то своим не регулируемым разумом, воспитанием и чем-то еще побуждением. Соответственно, что может привести человека на самое дно жизни? Даже если, собственно говоря, он начинал в положении значительно лучшим, чем тот же мальчик, он с Алилием поводилемку слепого нищего. Гусман отправляется в дорогу, в путь с какими-то гигами, которые там ему маль дает дорогу. Он собирается добиться чего-то в жизни, но потом оказывается часто подгласен разного рода греховым побуждением, а с другой стороны одержим некими такими тщеславными замыслами, которые тоже на добра не доводят. Чем выше человек может стремиться прыгнуть, тем ниже он упадет. Вот такая вот простая философия где-то положена в траектории движения в этом самом Гусмане. Значит, на каторге он пишет о истории своей жизни. Вот, собственно говоря, видимо, это имеет в виду именно эту ситуацию, что на каторге гребец, на карьерах больше нечего делать, как истории своей жизни писать. Именно над этой ситуацией это не злобно, но посмеивает Ильяна Сервантес в том эпизоде, в котором он разговаривает с каторжником, с Геннессом де Парабием в первой части. И этот каторжник делится своими планами. Вот как-то он окажется на кадрах и сядет и будет писать романы своей жизни. Соответственно, все это Дон Кипот не понимает и не признает и говорит, как ты будешь писать о жизни, если ты не знаешь и чем, и как она кончится. но ясно, что сам жанр Бутовского романа в таком виде, как есть Сервантес не очень устраивает. Но самое главное, что Гусман Дель Парачи это текст, который разворачивается некая сюжетная линия, связанная с похождениями героя, параллельно его размышления и рассуждения, а в эти размышления и рассуждения вставляются разного рода малые жанры. Некие притчи, анекдоты, истории и не только малые жанры. В первую часть Гусмана Дель Парачи уставлена очень большая и очень популярная и пользующаяся особым успехом у читателей Гусмана новелла о Асмине и Дарахе. О любви Асмине и Дарахе, которая выдержана в таком чисто мавританском стиле. А мавританская эта традиция вы сами уже говорили. И ясно, что это прекрасно и точно очень выстроенный текст. Конечно, в художественном отношении значительно больше Этапераса Деид и даже Ниегаса в какой-то степени, потому что эта новелла опять-таки рассказывает о как ни странно, она вставлена в романтике о любви как таковой речи в общем не должно идти. Титовской роман по идее это роман, где нету речи о любви в таком высоком плане. А есть некие связи, есть некие похождения, есть некие даже женитьбы, а это что-то очень плохое из-за сообщества, а любви как таковой нету. И вот на фоне этого всего высокая любовь и высокая дружба людей разных вероисповеданий, арабов, христиан, да еще на фоне только что завершившегося взятия гранаты. Там, кстати, мелькает имя отца Диагуртана Лемендосы графа де Тенбилья, под командованием которого была взята альгамра. Не столько не каким-то штурмом, а вот осадой и переговорами с Араной. История, в которой и родители, и дети, и подданные, и короли, там они представлены в лучшем виде, и Фердинанд, и Томический, и Изабелла, значит, проявляют собой добрости какого-то такого гуманизма, чести, высоких помыслов. И история, в которой заканчивается естественно счастливой развязкой и примерным обязательным условием которого этот 1799 год является то, что и Смир, и Дараха будут крещены, и то, они примут крещение. Но затем там есть еще некоторые вставные новеллы, но уже не так, так сказать, выделены, негативно, а просто походу в дело рассказывают другими персонажами, но во всяком случае совершенно очевидно, что именно у Гусмана Дарфарачи на чьей-то степени Сервантес взял эту самую мысль о том, чтобы в Дон Гипоте, в первую часть Дон Гипоте вставить эти новеллы о разного рода влюбленных или просто даже отдельно новеллу, которую читают герои о безрассудно любопытном, которые фигурируют как отдельный текст на анализе в неком сундуке на постоянном твое. Вот это вот от этих вставных новелл, вот от такой формы переставая использована вставных новелл, Сервантес во второй части Дон Гипоте пытается откреститься. А Риман в принципе их использует, но он не так уже широко. Дело в том, что у Сервантеса и у Римана есть некие моменты в жизни биографии загадочным образом общие. Оба они родились в 1507 году, хотя Сервантес умер в 16-м, а видимо Алиман где-то в 28-м, но дело в том, что оба они начали по разным причинам писать достаточно поздно. Вот роман, единственный роман, который написал Антон Алиман, Гусман д'Альфарачи, был написан в 59-м году, посчитайте, сколько ему было лет, если он в 47-м родился. Это почти 50. В общем, Дон Дюхотт, Сервантес тоже начал писать, Дон Дюхотт и в 50 лет так он сам говорил. И его герой в 50 лет и начал писать в 50 лет. А до того Маттео Риман родом из Севильи, служил в своем родном городе, попытался где-то в столицах учиться, делать карьеру, но лет 20 занимался в Севильи той деятельностью, которую сегодня называют риэлтором, из такого недвижимости. находил всякие связи и все. И вот с недвижимостью 50 лет сидит и пишет вот такой итоговый, очень горький текст о том, как в общем в целом не справедливо и неправильно устроен бед. При этом, конечно, взгляд идет не только в социальном плане, в богатство, бедность и так далее. А речь идет о том, что вообще в принципе в мире нет некой неправды и справедливости, хотелось бы найти ее выше. Есть в Кусмане Дальфарадче попытка сохранить такой баланс, что всякое черное, темное это здесь в этом мире, а вот если обратиться к Богу, если положиться на Него, вот там, в том мире, все совершенно по-другому, все светлее, вот доказательства этому наоборот, скажем, восьминии Дарахи, то есть есть такой вот раскол веры на две части, тьмы и света. Свет это наверху, а тьма это вот вся реальная, человеческая жизнь, где все выдают себя не за того, кем они являются, где все сплошной обман. Кусмане Дальфарадче это уже такой классический высказанный образец подборочного текста из самого стиля барокко, который предполагает бесконечную изменчивость, трансформативность, неустойчивость какой-то жизни, в которой человека нет и не может быть опорным. Ни в чем кроме может быть веры в Бога. И то заканчивается все это довольно как бы непонятно. Муд сидит на каторге и пишет пояс. Правда на второй части вдруг выясняется, что ему обещали свободу за то, что он донес капитана судна и осмотрщикам своих товарищей, задумавшим устроить помирку. Он выдал, сдал и за это ему будет послабление, его даже с него сняли кардалы, он уже ходит свободно по судну и ждет свободы. Исследователи очень спорят о том, откуда взялась двойная странная развязка романа «Леван». Но здесь надо вспомнить о том, что с «Кусманом Дельфарачи» произошло то, что потом позднее произойдет «Кусманом Дельфарачи». В 1602 году скрывшийся тоже псевдонимом автор, виден некий Хуан Мартир, под псевдонимом Матео Лукан Десай Эвегра, издал вторую часть, подножную часть этого «Кусману Дельфарачи». При этом видно, что у него в руках была рукопись уже закончена в второй части, что он многое у Ремана использовал, и Реману пришлось вторую часть в значительной степени переписывать, переделывать. И, возможно, какие-то рассогласования, которые заметны между первой и второй частью, связаны именно с тем, что он вот пытался как бы разойтись с этого царевета. Ну, «Кусман Дельфарачи» есть на русском языке, есть вот это вот издание, два томика таких красных, в очень хорошем переводе «Сенка». И, собственно говоря, если прочитать миссаж Матео Ремана, уже можно составить представление о том, что такое «Кутовской роман». Хотя у нас «Кутовской роман» больше ассоциируется у массового читателя с романом Франсиско Дельфетово, который сокращенно именуется «Муском». «История жизни пройдой» и поэм «Ледон Павлов» и «Сенка Муском». Это совсем небольшой текстик, который тоже был написан в черепе впервые в 1604-166 годах. Потом ходил долго в рукописи и издан только в 1626 году. Но, к сожалению, я сейчас не могу говорить подробно об Усконе. Может быть, мы к нему вернемся, вообще, уделив Кеведо отдельное занятие какое-нибудь практическое. В целом, считается, что Кутровской роман с Патрой завершил некое свое существование, пекорейско-классическое, именно в границах XVII века. Потому что в 1618 году появился очень интересный текст, который есть на русском языке, довольно большой, довольно плохо организованный, текст, но очень важный, который называется «Искудем Маркос Дебрюбот» «Висент Эспинейн». Где встречается, мы видим такую ситуацию, что Кутровской роман выстраивается так, что героем является не пекором, греховное, так сказать, греховное существо как бы с момента своего рождения, самим происхождением обреченное на то, чтобы совершать всякого рода антиэтические поступки, а героем является добродетельный молодой человек, которого просто жизнь и судьба заставляют ставить такие ситуации, когда ему приходится выкручиваться, обмазывать и так далее. То есть вот такой добродетельный Пикарова, добродетельный Пикарова, который рассказывает о себе, будучи уже пожилым человеком, воспитателем, помощником врача, то есть две миссии там свои совмещает. При этом его отношение к миру вовсе, он же там рассказчик, не такое вот брачное, безнадежное, значительно более мягкое и доброжелательное по отношению к человеку и по всему. И так получилось, что вот этот роман Весенто и Спинеля, Маркус де Брегон, французский писатель 18-го века, начала 18-го века, Петра Лене Лесаж, положил в основу своего сочинения, которое называется Жильблас. Жильблас и Сантильяно. Жильблас и Сантильяно сделан не по модели классического плутовского романа, а именно с ориентацией на роман Весенто и Спинеля с добродетельным молодым человеком, герой, которого просто борется за успех, за существование, за успех в жизни и добивается довольно многого. Конечно, на эту фабулу Весенто и Спинеля была накручена масса рода заимствований из испанских пьес, из испанских новелл, из испанских романов других 17 века. То есть Лесаж вот это испанское наследие использовал по полной. И вот Лесаж создал в глазах всей европейской читающей публики образ плутовского романа, совершенно отличающийся от плутовского романа классического. И вот затем в Испании уже в 18 веке был большой спор, когда перевели лесажер с французского на испанский, чтобы доказать, что он у испанцев что-то просто, что это плагиат. На самом деле это не плагиат, на самом деле это действительно просто вот такая переработка, превратившую в испанскую пикареску в дровоописательно-сатирический роман, назидательный сатирический, роман нравов, как угодно. И именно в таком виде пикареска досталась европейцам в обработке, так сказать, лесажа. Именно в таком виде читал Шельбласа, читал Пушкин, который его очень любил. И вот такого рода лесажевскую пикареску Вальтер Скотт затем использовал для создания исторического повиспования, создателя исторического романа. В принципе, большая часть романов Вальтера Скотта, которые сейчас уже почти никто не читает, она написана от третьего лица. Но у Вальтера Скотта есть роман, который называется Ром-Рой, который написан от первого лица, от лица героя, который на старости лет уже похоронил жену и вообще много еще в жизни родов, вспоминал о своей молодости, о том, как он отправился на границу Швейцарии, Шотландии и встретил разбойников и все. В общем, Вальтер Скотт использовал вот эту жанровую матрицу уже романа блудовскованного в обработке пересажа для создания модели исторического романа. Ну, вы знаете, русский исторический роман, построенный по модели Ром-Рой, это, конечно, капитанская дочка. Вот, поди потом оправдывайся, почему ты с разбойником за столом сидел, пьеда, почему этот бандит, разбойник, Пугачев тебе помогал и так далее. Пишет себе в оправдание пожилой времен, чтобы доказать, что... А как все было на самом деле, что вовсе не было намерения предавать императрицу или еще свою воинскую честь, а честь надо с молодым беречь. А вот какие обстоятельства бывают оттекивают человеку эту историю. Вот, испанцы 19 века, уже утратившие очень много связей с веком своим 17, потом они долго восстанавливали испанские романы 17 века исторические и писались по модели Вальтера Скотта. Вот эписодио Стаслиналис, национальные эпизоды Бенита Переса Бальдоса, это вот царство нас тут или Саша, Невара у нас пролетел, они писались вот от первого лица, от лица рассказчика и если у нас еще будет впереди Ростов в 19 веке, но если у вас будет настроение почитать что-нибудь Гальдоса, то я бы вам посоветовала читать их национальные эпизоды, то самые два из первой серии, два последних эпизода Хуан-Бартин и Бесенадо и Битва при Аропеях. Это действительно такие яркие сильные вещи, которые много о Гальдосе говорят, но вот вся эта история рассказывается от лица бедного мальчика сына кадисской прачки, а мы помним, что Лосарин тоже был сыном прачки, только Саламакской. Этот сын кадисской прачки затем восходит на вершину власти, правления, становится богатым, знатым человеком, но многое, так сказать, пережив, совершит многие подвиги, потому что все это разворачивается на фоне войны с Наполеоном, войны за независимость, и соответственно заканчивается повествование, Арасей заканчивается повествование такими словами, что буквально как Лассер писал, что я хочу тебе показать, как можно, родившись в самом низком состоянии, добиться и счастья всего, так сказать, самого высокого положения в свете. Читатель Лассер иеронически улыбается над этими словами Лассера, понимает, какого Лассера добился положения в свете. Читатель Романа Гордоса должен словам Арасер отнестись абсолютно серьезно. Вот ты, молодой читатель испанский 1875 года должен вести себя так на карасе, и ты всего действительно добьешься. Без всякой иеронии. Это действительно некая образцово прожитая жизнь. В общем, наверное, образцово прожитая жизнь была и жизнь Петра Криньова. Это уже совсем далеко от лодовского романа, я бы сказала, даже совсем анти- лодовской мир, и мы могли бы сказать, что на этом вся история плодовского романа на стороне в испании закончилась, если бы, это уже сюжет нашей следующей лекции, если бы в начале 20 века плодовской роман не пережил возрождение, такое глобальное, полное, блистательное, я бы сказала, возрождение, и случилось это возрождение в 1902-1909 годах под пером под пером Делитер Переса Гальдос, под пером это попался у нас, кто это? Это Франциско Рико, который показывает Дон Кихота, академик, вот этот великий, как он сюда ко мне попал, не знаю, вот, это все здесь нахватка вышла, значит, ты вместо Пьева Марохи попал Рико, ну ладно, это все равно лекция о Пьеве Марохи впереди, значит, вот Пьева Мароха, с которого начинается совершенно новая история испанского романа, который пишется совершенно по-новому, новым стилем, новым языком и сохраняется очень много при этом от классической пиколеса, конечно, много горького, много всего, что, так сказать, пиколеса в себе несла, но это признавали все, есть эпизоды описаны вот в книге Натурна Тертериан о том, когда в 1956 году в мадридской квартире у демерала Пьева Мароха, которого франкисты прогласили вообще своим писателем, что он как бы на их стороне, что он с ними, а Мароха сказал, я не могу жить в другой стране, кроме Испании, он мог бы жить и уберечь в Испании. Там, на лестнице возле квартиры родал простившийся с ним уже тут же не очень молодой писатель Эрнец Хамингуэй, который говорил Марохею, что все, чего он Эрнец Хамингуэй мог бы, все, что он осуществил Эрнец Хамингуэй, весь навык писания текстов, романов, прозы, все он взял у Пьева Марохи, что Пьева Марохи его главный учитель и нарастан, что он от Пьева Марохи это перенял. Может быть, Хамингуэй здесь несколько преувеличивал, там были и другие у него, конечно, учителя, но Бароху воспринимал действительно как такого великого класса до 20 века. А романы, которые писал Бароха, особенно первые романы, они, конечно, четко утверждают вот эту традицию классической патаризмы. Значит, у нас с вами есть намерение еще вернуться к Хеведу и через передотувшись какое-то время продолжить разговор не от Лео Барохи, а еще об одном псевдо-пикаре по классификации Кэзисола Доню Хуаня тоже обманщик. Ведь самое главное, что он обманщик. Но об этом мы поговорим. Спасибо за внимание. Это, конечно, вот такой жанр, который дает возможность именно сразу какой-то сделать из века, из конца того же 15 века, вокруг которого мы долго существовали и прямо вот к 2017 году. И самое интересное, что уже складывая книги, я взяла вот этот томик Детисола, давно-давно научительный, честно скажу, а эту статью я тоже поиспански не знаю, я никогда русской версии даже не обращала, что она здесь есть. Это маленькая заметка Хуана Бетисола, автора графа Кулиана, о чем заметочка Дон Кихот, Дон Хуан и Селестина. То есть два имени они прямо соотносятся с темой нашей лекции и с темой даже практического занятия. У Бетисола был в жизни такой эпизод, когда он, по-моему, это было где-то сейчас я не очень точно помню в биографии Дега в конце 70-х, в начале 80-х родов, когда он уже даже не написав многие свои такие бунтарские вещи, уехал в Соединенные Штаты и поступил у меня уж не знаю куда, в магистратуру или в докторатуру, как ему позволяли документы университетские, на филологическом факультете учиться. И писал он диссертацию, как он сам об этом рассказывает. У человека, которого я лично, к счастью, знала, очаровательный совершенно человек, очень крупный ученый, я имя его называла, Франциско Маркес Вильянуэва, родом из Сибири, но был ведущим профессором университета. Года 4 лет назад он ушел, он ушел, 85 ему было, но он работал до последнего дня. И он писал диссертацию как раз у Франциско Маркеса Вильянуэва, которого называют своим учителем университетским. И писал диссертацию, посвященную, как бы, может быть, он ее и не написал, но писал «Плутовскому роману». Конкретно одному образцу жанра он у нас в списке там есть. Вот списочки есть у нас «Эстамониля Консалеса». В жизни деяния «Эстамониля Консалеса» даст подкатываю издание научное этого романа. Так что в данном случае перед нами не только крупный паразаик, но и специалист «Плутовского романа». Вот что пишет Гейтисоло по поводу «Плутовского романа». В испанской и не только его. В испанской литературе 16-го и 17-го веков зарождается несколько мифов, которые со временем становятся символами, а иногда и масками испанцев. Дон Кихот, Дон Хуан и Селестин. Наряду с литературой, отражающей мировоззрение исконных христиан, об этом я с вами все-таки говорила уже, значит, «Роман Сера», «Рыцарский роман», «Драма чести», «Алта», вот такой классический набор, то есть это старые христиане, появляется ряд произведений, созданных небольшим числом авторов и них убеждений, как правило, новых христиан или их потомок, комбэрсус, то есть, которых родит общее стремление, более или менее явное, не спровергнуть устоявшиеся ценности и предложить образ мира, где царит разлад, а категория есть и должно быть, иначе говоря, действительное и желаемое, разделяет непреодолимая преграда. Иными словами, возникает литература не столько гармоничная, сколько конфликтная, чья подрывная сила сокрыта посредством создания особого, воображаемого мира, как в Рокихоте, либо мира одномерного, пронизанного черным юмором и пессимизмом. В то время, как в жизни утверждается величественный и славный гостинский идеал набожного и воинственного героя, сражающегося за Родину и за веру, плутовской роман создает его обратное, перевернутое изображение, своего рода фотографический негатив антигероя. Родовитости и благородства подрустных христиан плутно-харные горды противопоставляет свое происхождение из мира воров, преступников, палачей, ведьм и подростков. На героизм испанского солдата, воюющего за миром против турков и протестантов и подчиняющего королевской власти необозримых пространств от Калифорнии до Магиванова пролива, Эстебанилев, это как раз герой и повествователь романа Ванилия Эчерд и Эстебанилев Бонзалеса, жизнь идея Эстебанилев Гонзалеса 1646 года, на страничке у вас все есть у всех, а у вас нету. Передайте, пожалуйста, мне. Возьмите планки, а это еще что-то здесь. Так вот, Эстебанилев Гонзалес отвечает словами. А по мне так, что турки приди, что персты набеги, да хоть в китайской башне руки, читать я на все хотел. Я-то, зная себе, грел брюхо на солнце, да посмеивался надо всей этой брехней насчет доброго имени да тела чести. Завернув над успанские войска тот же Эстебанилев признается. Наплевать мне было на эту войну. Так что я никуда не совался и только думал, как набить себе брюхо. Ну, и вот пруд живет и действует на новом экселент, ничем, на земле, разделяющей действительность идеалов, существует в переменчивом и в неоднозначном мире, за рамками общества и вне его принципов. Ту же присущую плутовскому роману двойственность мы находим и в романе Сервантеса Дон Пехот. Это отдельно мы еще может быть успеем поговорить. И в Селестине мы впервые сталкиваемся с изменениями рамки и ценностей, которые впоследствии окажут решающее влияние на развитие плутовского романа. Прежде в романах и драматических произведениях существовало два вида любви между героями идеальная и возвышенная в духе Петра и у господ плотская и низбенная у стук и других безродных персонажей. Амелико Кастро имя с примесью садизма. Если мысленный христиан Фернандо Де Рокус, который сам был эксилист, вкладывает в уста двух публичных женщин, то Милибея и особенно Калисто в его произведение упрощает по-своему идея самого культисона острый конфликт между христианским политанством и мусульманской чувственностью, что до старой сводится Селестина и этот образ восходит к арабской литературе Алянталуса. Несомненно, у британка по крови, как и все выражения в то время, она становится орудием необходимого Калисту для удовлетворения его необузданной страсти. И тогда вот эта Селестина принесла в поговорение как путешественница плотовского романа. И вот в этот же самый ряд персонажей двойственных с одной стороны по самому происхождению как-то принадлежащим к самой верхушке испанского дворянства, а с другой стороны одержимых арабской чувственностью, Хуан Гайтисоло относит и Дона Хуана Тенурио, главного персонажа Гетисо, Тенурио, Тенурио, Малина, Эльбор, Ладон, Тенурия, Сивильский озадник, который у нас тема практического занятия. То, что пишет Гайтисоло о плотовском романе в значительной степени верно. Это об этом пишут практически все исследователи плотовского романа. И надо сказать, что вот этот жакр Петолевского романа вместе с Дон Гехотом, собственно говоря, лежит в основании всего европейского романа «Нового времени». Но в Испании традиция Петолевски сохранилась, я об этом говорила, вплоть до наших дней. Правда, путь, судьба Петолевски на испанском почве была не такой простой. Вот плутовской роман. Плутовской роман по-испански вообще это название «Ла новелла Фитолеса», как плутовской роман, появилось только в 19 веке. И когда эти тексты, слово «Новелла», что по-испански означает «роман», как в английском «Нового», никогда эти тексты не считались все абсолютно романами. Она просто называлась, и сейчас исследователи так предпочитают называть, «Ла Пекаревска», просто Пекаревска, жанр Пекаревска. Потому что Пекаревский принадлежат тексты, которые изображают действительно судьбу человека в его настоящем, судьбу человека, который живет во времени. И вот здесь, вот сегодня, на грешной земле, с ее многочисленными перипетиями, бедами и несчастьями в основном, хотя есть и светлые, бывают моменты в жизни Пекарева. Но есть Пекаревский, который представляет собой то, что называется сатирическое зерцало. Такие вот картины, какие-то даже сценки одновременные из действительности, фактически лишенные какого-то такого связанного, уголисповательного ядра. Пекаревска в глазах Гланди Солова в других статьях является отличным отражением реальной действительности, что, конечно, не так. Пекаревска – это жанр, который создает такой же художественный, воображаемый мир, какой создает, скажем, Сервантес в Дон Кихоте. А главная черта Пекаревски, у него есть несколько особенностей, главная черта Пекаревски заключается в том, что не только то, что в центре плутовского романа, я буду говорить плутовской роман, уже, как говорится, привязалось к языку «никуда не денешься». В центре Пекаревски или плутовского романа образ героя Плута, образ героя Плута, вернее, точнее, Пекара, Пекара, который восходит к древнему-древнему такому архетипу бога Трикстера. В древних мифах такой архетип есть, бог Трикстер, обманщик. Действие этого Трикстера производит самый противопротивоположный эффект, они и позволяют богам поддерживать порядок в мире, и одновременно разрушают мир. Этот бог Трикстер, бог оборотень, но он сохранил в испанских таких мифах, не сохранилось. Мы о таких Трикстерах можем судить только по мифам, сохранившимся, скажем, скандинавским. Вот образ Локи, может быть, вы встречали, знаете, если откроете любую энциклопеду, кто такой Локи? Локи – это классический бог Трикстер. Естественно, этот Трикстер есть и в мире глотарского романа, ну и даже за пределами глотарского романа. Но самое важное для Трикстер Тударского именно романа, если говорить именно о жанре повествователем, самое огромное то, что там герой является одновременно рассказчиком, повествователем, рассказывающим о своей жизни. То есть мы встречаем вот эту форму повествования от первого лица, которая является как бы псевдоисповедальной формой. Это не исповедь, а это наоборот попытка представить себя в максимально припрашенном виде и одновременно представить в довольно мрачном виде все окружающую действительность. Но одновременно повествователем, но это исповедь именно вымышленного персонажа. Жанре исповеди не только литературно известен давно в литературе, именно в христианской литературе, то это та же исповедь Абрелия Акустина. А это выдуманный текст. Выдуманный текст, выдуманный герой. Но вот это представление о том, что этот выдуманный текст и выдуманный герой, как мы пришли на страницы плутовского романа из самой жизни, в конечном счете привело к тому, что довольно часто герои и авторы плутовских романов восприятия читателей начали смешиваться. Собственно говоря, автора как бы нету, автор и герой как бы одно целое. И с другой стороны, вот эта и вымышленная исповедь, собственно, это автобиографическое повествование, вдруг превращалось в повествование, то есть действительно в автобиографию. То есть некоторые люди начинали писать автобиографию, ориентируясь как бы на жанры пекарейские. То есть они видели самих себя вот такими вот персонажами, трикстерами, шутами, плутами, вставали в позу вот эту. Но мы прекрасно знаем, что литература не отражает действительность, хотя, как писал, по-моему, Махтин, и, вроде бы, это, после этой гассеты, так же писал, художник видит действительность глазами жанра. Одну и вторую ситуацию жизненную можно увидеть как трагедию, как комедию, как трагедию, как сценку, или как даже вообще фрагмент какого-то большого романа. Все зависит от того, как, какими глазами мы смотрим на вот этот фрагмент жизни художник видит действительность глазами жанра. То есть жанр, модель жанровая в культуре существующей, она как бы в нас уже имплантирована, импринт, она у нас уже куда заключена. И если самое трудное бывает, когда мы теряемся, мы не знаем, а в каком же жанре нужно читать этот текст, как мы должны его понимать. Вот авторы некоторых рассказов о своей жизни начинали видеть свою собственную жизнь глазами уже существующего плутовского романа, и как бы на страницах своих воспоминаний о своей жизни разыгрывали роль плутов. Вот к такого рода текстам относятся, к сожалению, на русский язык не переведенный роман, я его называю романом, автобиография об остывании Гонсалеса. То, что это автобиография, в этом были свято уверенные современники, потому что там еще заголовок, рассказанный им самим, жизнь из Табанеля, рассказанная им самим, были уверенные современники, и все читатели, библиографы из-за того, что в последнее время пошла такая волна, что вообще-то, наверное, был другой автор этого текста. Только он так замаскировался, что вот изобразил бы в жизни и деяния этого плута от имени этого плута, не плута, а шута, потому что профессиональный шут персонаж, добавок, изобразил на первене этого шута, а на самом деле это в виде художественных выпусков очень как бы высокого, так сказать, уровня и стиля. Но вот есть и такие случаи. Но, как правило, конечно, это вымышленная автобиография. И быстрое нато повествование, ведущее, состоящее из серии неких эпизодов, довольно вольно, свободно связанные друг с другом. Вот в таком роде повествовании, так же, в таком роде повествовательном текстом является текст, который можно назвать притечей Пикарески, или первым плутовским романом, текст, именуемый «Жизнь Лосавеллио Сторбеса, его невзгоды и заключения». Небольшая книжечка, опубликованная впервые в Антверпене в 1553 году. Вот этого издания Антверпенского не сохранилось, но сохранилось с Антверпенского переиздания в 1554 году, еще три испанских издания – Бургусское, Регина Дель Кампо и Аркала Дейнарес. Всегда пишут обычно «Лосавеллио» в 1554 году, но теперь доказано, что это в 1553 году, но это не так важно. В 1555 году, в том же Антверпенском издательском доме, где вышла первая «Жизнь Лосавеллио Сторбеса», появилась книжечка именно на вторую часть «Без жизни Лосавеллио Сторбеса», а потом вот эти две части стали публиковаться как некое единое целое. И уже ориентируясь вот на эту… Да, и вот как единое целое, этот «Лосавеллио Сторбеса» в 1559 году был запрещен, он вошел в список запрещенных, во второй список, вот такой самый серьезный список запрещенных книг, которые стали появляться в Испании с начала 1950-х годов, что и знаменовало, собственно говоря, конец таких вот каких-то реформаторских усилий испанских, не столько каких-то, конечно, низов, а естественных зерков, и церковных, и дворянских, и даже Карл-театр пытался как бы что-то сделать, но с начала 1950-х годов все резко поменялось. И в 1959 году Лосавеллио включили список этих книг вместе с упоминавшимся на прошлой лекции сочинением Тороса Роану «Прополание», об этом он только Константин договорил. Надо сказать, что в принципе в запрещенные книги не включались художественные тексты, вымышленные, к ним относились достаточно, так сказать, несерьезно. Но все дело в том, что вымышленные тексты должны были иметь обязательно автора. Было запрещено строжайше публиковать вымышленные тексты без имени автора, анонимно. А это и первые, как бы Лосавеллио, и вторые Лосавеллио были опубликованы без имени автора. Я сейчас назову это имя автора, но я сегодня, господа, о нем, ну, боюсь даже много говорить, поскольку у меня на это все время оно не идет. Это Диего Уртану де Мендоса. Он у нас в предыдущих таких разработках не раз фигурировал в качестве поэта. Диего Уртану де Мендоса. В годы его жизни 503-1575. Диего Уртану де Мендоса, который очень остроумно вышучил петроаркистскую топику в своих стихах, хотя не было стихи Петроаркистки, стихи Морфизи, но самое главное, что он сочинен этот текст, и под именем Уртана де Мендоса этот текст публиковался до конца 19-го века. О том, что потом стали подозревать, что все это не так, что библиограф фламандский, который приписал этот текст Мендосе не то и не что, и ничего не значит, поскольку не мог Мендоса написать такой текст. Мендоса не мог написать такой текст, потому что занять эту позицию, которую описал Детисома, что он должен был обязательно не только героем текста, но и автор текста появиться из низов, из самых. Но как-то этого не совмещалось в представлении позитивистских критиков 80-х годов 19-го века, современников Эмилия изоляторов, натуралистов. Значит, если человек пишет, а не запах, то он сам должен быть из низов, как такой вот босяк горький. А если он пишет о верхах, он, значит, должен тоже быть из верхов. Вот такой вот социологизм, конечно, этому подходу будет присущ. Если он не принимает, если он очень антицерковно настроен, это, значит, он или, во-первых, новый христианин, размист, и вообще, так сказать, вот враг этого самого государства. А что сказать о Мендосе, который с юных лет сражался в войсках Карла Сапятова, в разных войнах, которые тут вел, локальных, который с 37-го года, 1537-го года был на дипломатической службе у Карла, который участвовал, был одним из участников организации Триденского собора. С этим заданием Карла посылал его в Италию, и в Италии он служил до 52-го года, пока Карла не отправил его в отставку. Это большая длинная история. Соответственно, сегодня можно даже просчитать, как и когда Мендоса сочинял этот текст. Важно, если кто-нибудь читал «Жизнь в Италии» с этой небольшой текстом, как правильно многие его читают, наверное, все читавшие обратили внимание, что текст достаточно неоднороден, что он состоит как бы из... не просто из семи главок, которые называются Тротатус. Вообще, в первоначальном издании этих главок не было. Сегодня считают, что эти главки были придуманы издателями Лассаридов Торбеса. Но, тем не менее, вот он распадается как бы на две части. Есть первая и вторая глава, где Лассару рассказывают о своем происхождении, о детстве, о службе поводырёму слепого, которая стала для него школой жизни, а затем рассказывают о службе у священника, который чуть не уморил его с голоду. И третья глава, которая... Тротатус, рассказ, по-разному можно переводить это слово, не трактат, где рассказано, как у Асова уже как бы там, когда уже взрослый человек служил у некоего геда, у Политавиде, и как он уже сам должен был кормить своего, в общем, неспособного даже достать ежедневное пропитание хозяина. А дальше уже есть вот эти вот самые первые главки. В первых главках Лассарильо предстаёт как ещё, ну, ребёнок. И поэтому отношение читателя к нему такое доверительное и сострадательное, естественно. Он в своём поведении движен какими-то естественными, чувственными, естественными потребностями. Он просто всё время холодно, ему можно достать еды. А во-вторых, он ещё служал у священника, он пристрастился к вину. Вот через всё Лассарильо проходит мотив вина. Мотив вина, который имеет ясно, конечно, такой символический характер. Вино – это то, что вместе вот с хлебом составляет суть христианского причастия. И вино – это то, что держит, как была Сына в жизни, приобщает его к жизни. Вино – это некая жидкость, которая содержит тайну жизни. И старик говорит, слепец, что вино даровала тебе жизнь и ещё не раз дарует, как потом в жизни Лассару и происходит. Вот много таких вот эпизодиков есть в жизни Лассару совершенно не сеть. Конечно, символически. Но настроение уже, начиная с рассказа о службе в Толедо у Ванедолинского и Идальгу, настроение рассказчика, начиная где-то с третьего вот этого тратана, довольно сильно меняется. И здесь уже речь идёт не столько о судьбе самого Лассарова, сколько о судьбе Испании, символом своего рода этой Испании, и выступает вот этот обнищавший Идальгу, не способный ни к какому роду деятельности. И при этом, как бы, очень держишься за свою пресловутую дворянскую честь, за нежелание, что бы то ни было делать, как бы то ни было, там, ну, не говорим, работать, но как-то осуществлять своё пребывание в жизни. Единственное, может быть, занятие, к которому склонен вот этот Идальгу, если вы помните, он говорит, что можно было бы, конечно, ему, Искудеру, у него самая низшая, так сказать, степень Идальгии, устроиться на службу какому-нибудь, не знаю, кавалеру, Шутон. Вот, говорит, я бы тогда его всячески веселилась, развлекал, и Шутон ему быть не стыдно. И вот, начиная с этого эпизода, Идальга, в Лосариве, образ, как бы, Шута выстраивается рядом с образом Пикера, и Пикера часто сам, действительно, выступает в роли Шута, реализуя вот этот так и не реализовавшийся согласовый Идальгу. Но, соответственно, начиная с третьей части, действительно, в рассказе все меньше каких-то таких интонаций, говорящих о том, что в любой ситуации жизнь есть, продолжается, и все больше отчаяния и понимания того, что все вокруг фальшиво. Так что он слушает там подавца папских грамот и все прочее. А самое главное, что вот этот рассказ Лосару, это не просто рассказ о своей жизни, а это письмо, которое Лосару пишет некому важному господину. И фактически это письмо, которое должно объяснить ситуацию, в которой Лосару его пишет, и в которой завершается рассказ из Брид Лосару. Лосару, наконец, все-таки поднимается, как он считает, наверх, попадает в общество порядочных людей, добрых людей, так называемых, образ Бойрус. И он, благодаря тому, что он жирится на наложники, ну, как бы, любовницы священника, Церкви Святого Спасителя, и получает благодаря этому государственную коронную должность в службу городского глашата. Лосару становится членом общества, как и вписывается в общество. Он из асоциального какого-то элемента превращается в достопочтенного горожанина, да еще вот с этой коронной службы, не понимая, что все это куплено ценой бесчестия, а что прекрасно понимает читатель этой повести. То есть в центре повествования, помимо критики церковников, помимо критики различных родов злоупотреблений со стороны церкви, таких как торговые индульгенциями, обман верующих, помимо того, что все церковники ведут ту жизнь, которая совершенно не отвечает каким-то принципам, самое главное, что вся жизнь устроена как некая ложь, на лжи все держится. И автор повествования иронически довольно относится вот к этой похвальбе Лассова. Собственно говоря, первый межзутовской янтопароман это опровержение опровержение вот этого ренессансного мифа о том, что человек все может, человек может всего добиться, все зависит от него, что он сын своих дел. И чего подобного? Человек зависит от своей судьбы и от способности и желания вписаться как-то вот в этот социум или не вписаться. Соответственно, единственное, чего нету и чего нету в Борисовании Лассарии, рассаде Лассарии вот в этом первом Лассарии, да и во втором тем более, нету, собственно, образа Пикаро. Пикаро – это персонаж, который, в принципе, ведет такой абсолютный ассоциальный образ жизни. Все-таки Лассаро, он служит, он слугам будет Господом, он меняет хозяев в необходимости одного за другим, но какое-то занятие у него есть, и в конечном счете он потом становится рекламным агентом городских властей, рекламируя архиепископские, не городские властей, а церковные властей, архиепископские вина, и сопровождая осужденных на смертную казнь, мы в последний путь. Вот за эту, кстати, обязанность городские Глашатые, собственно говоря, он помощник Палача, вообще были людьми в глазах других людей, второго такого сорта. Может, кто-то знает, был такой современеспатский фильм «Палач» очень сильный, в 50-е годы сделанный, там рассказано судьбе человека, у него такая профессия – быть Палачом. Ну, Глашатый не Палач, но он помощник Палача, он рядом со смертью. Вот были некие профессии, ну, которые сразу человек в такую второсортную каску, как бы, относили. Вот такую профессию была Палача. Но в Исповеди Лассера есть, нет вот такого семинизма, похвальбы, скепсиса, совершенно уже безнадежного, которым пронизаны тексты настоящих бутарских романов, вот последующих. Собственно говоря, все скепсики говорят о том, что это бутарской роман, в котором еще нет, ни слова даже пикора не существует, нигде он так и называется. И самого героя Питера еще нету. Но есть вся модель, с которой Питером будет сделан. Есть вот это вот представление о том, что весь мир устроен наоборот, что все высокое с легкостью опускается вниз, и наоборот, все высокое с легкостью, значит, все низкое может легко подняться наверх. Что исчезло вот это вот вертикаль, вертикальное устройство космоса, жизни, мира, в котором существовало человечество и до христианства на протяжении первых тысячелетий, в утверждениях христианства, что верхний мир изменяется местами, как это происходит и карнавальной площади. Кстати, в романах лутовских некоторых вот это явление карнавальной стихии очень и очень ощутимо. В «Лазеру» звучит смех. Вообще, лутовский роман по определению комический жанр. Когда вот что-то осмеивается. «Лазером» в жизни лутовского романа лутовского романа звучит смех, но это смех довольно жестокий. Там нет смеха доброжелательного, который есть в романе, скажем, с рвангельцем. Вот. Там есть авторская ирония, она очень и очень приглушена, озвучить смех, которым там смеются люди, наблюдающие, как старик наказывает и как слепец наказывает «Лазера» или там достает у него и сортаж на колбасу несчастную, который тот съел подсумок слепцоверный и так далее. Ну, верь его как следует еще и еще добавить. Надо этих самых воспитывать. то есть люди это смех не карнавальный, а смех такой вот жестокий и, конечно, связанный с таким миром уже очень и очень разобщенным людей. Но такого рода смешение и мир премьезы, как такого рода значит Насарова это еще плутовской роман без плута. Но если вы откроете многие ортологии митровского романа, особенно старые, вы увидите, что часто они открываются вот этой самой Селестины. Селестины, которая называется, сейчас все ученые имеют два варианта. Селестина это текст, который существует как бы в двух изданиях. Оба издания 1502 года, это за 50 с лишним лет до публикации Лансариньо. Кстати, Миндос обожал саму Селестину, возился обуверенно всегда в путешествиях. Есть издание испанское 1502 года, состоящее из 16 актов, оно называется Комедия о Калисто и Милибей, Комедия. А есть издание тоже 1502 года итальянское, где 21 акт, который называется Траги комедия о Калисто и Милибейе. Но так получилось, что самый яркий персонаж этой комедии Траги комедии по имени Селестина, сводил по имени Селестина, заместил вот это название. Это комедия и Траги комедия и то и другое называется просто часто словом Селестина. Значит, вот есть два произведения, которые, собственно говоря, называются Селестина. Хотя они имеют довольно общего сюжета. Сюжет присутствует как бы даже за пределами самого этого текста. Это комедия, Траги комедия, рассказывающая о том, как двое молодых людей из альясовных и богатых городских семейства встречаются в саду, предаваясь запрещенным утехам. Но организовала все эти встречи вот эта сводня Селестина, которой молодой Идар кавалерно, конечно, даже калисто, обратился влюбившись в Милибей. Селестина помогла ему устроить вот эти встречи и получила за это некие восстаграждения, деньги, золотую цепь, какой-то лиховой плащ. И обещала поделиться этой добычей с сослугами калисто, которые тоже в этом заговоре против родителей Милибей участвовали. Она отказалась делиться, они ее убивают, и, собственно говоря, это уже в 11 октябре происходит, а дальше любовницы этих слуг, гулящие девушки, с которыми связана Селестина, одна из них просто в душе Селестина живет, другая где-то живет рядом, огорченые тем, что они потеряли таких кавалеров, решают отомстить за гибель Селестины самим вот этим вот молодым дворяночкам, которые там сами неизвестно чем занимаются. Они устраивают так, что Калисто при первой же, в первом как в комедии даже это довольно быстро слышается, они в комедии нет, переплывут. Комедии они даже не задумывают, комедия это происходит само собой. В знаке во время первого рассвидания Калисто перелезает через стену в сад Селестины и падает случайно, просто трагическая случайность, падает и разбивает гонку в сад Меливея, простите. А Меливея в отчаянии сходит вершина на башню на крышу своего дома, стоя на крыше возле башни она исповедуется перед своим отцом Прибелию своих вот этих вот самых в том, что с ней произошло вот это падение и подходит на башню и падает тоже с башни. Прибелию произносит речь говорящую о том, как все в этом мире ну как бы устроено так, что все причина на гибель. А во второй вот версии в Трагикомедии Ариуса и Элиса задумывают отомстить и организуют то же самое падение Калисто но это не просто чистая случайность а это некая некая такая ситуация они туда посылают каких-то молодых куляк которые поднимают на улице шум нападают якобы нападают на слух Калисто Калисто бежит получать своих слух перепрыгивает через стену и погибают второе второе падение в Трагикомедии оно организованное такое падение первое в Трагикомедии